Всем привет, друзья! Меня зовут Эд, вы на канале Проект Магнит. Видео о Магомеде Абдусаламове набрало 5 с чем-то миллионов просмотров. Я вот решил сделать продолжение, узнать о том, как живет мага сейчас, как его здоровье и как поживает его героическая жена. Именно об этом сегодняшний выпуск. Поехали! И для начала хочу напомнить, что Магомед Абдусаламов был непобежденным. Он крушил соперников одного за другим, но встреча с Майком Пересом оборвала не только его звездную карьеру, но и всю жизнь. Бой был тяжелым, и из-за того, что врачи не сумели распознать признаков повреждения мозга у боксера, ему не была оказана должная помощь, вследствие чего было упущено драгоценное время. Ведь у Магомеда, кроме перелома левой руки, носа, лицевой кости, была черепно-мозговая травма, вследствие которой стали отек мозга и тромб, из-за чего вскоре он перенес инсульт. Он добрался до больницы только через полтора часа после боя, вместе с родственниками, которым пришлось достаточно долго ловить такси возле Мэдисон-Сквэр-Гарден. А счет уже шел на секунды. Он что, был похож на зрителя Мэдисон-Сквэр-Гарден, который вышел на улицу и ищет помощи? Нет, он профессиональный боксер, и все эти люди должны были позаботиться и убедиться, что с ним все в порядке. Это недопустимо. Больше всего здесь задело то, что он оказался за секунду брошен в сейп. То есть, ну вот за секунду. Там же у него был и менеджмент, и промоутер, и столько народа было вокруг. И как только он получил травму, он тут же оказался один. В итоге вся нагрузка легла на хрупкие плечи его верной жены Баканай. И я пришла, зашла в палату. Я стояла столбом, ничего. То, что истерить, я не могу даже слово сказать. Я стояла, я не могла его тронуть. Мне как будто вся жизнь перед глазами перевернулась. Он лежал весь в трубках. Его лицо было опухшее до такой степени, что до него не узнать было вообще. Она стойко приняла удар судьбы и всеми силами взялась помогать своему любимому. При этом она еще и заботилась о троих детях. И хорошо, что суд Нью-Йорка признал вину врачей и выплатил в качестве компенсации 22 миллиона долларов. И на вопрос журналиста, как на сегодняшний день чувствует себя чемпион, Баканай Абдусаламова ответила следующее. Конечно, мы прогрессировали. Он теперь все запоминает, пытается разговаривать. Конечно, не так, как это делаем мы, но пытается. Часто в комментариях в Инстаграм спрашивают, узнает ли он друзей и родных. Да, он всех узнает. Но с движениями у нас проблемы. У него также не работает правая сторона, левая у него очень сильная. Он ест почти самостоятельно, но пищу даем ему не совсем обычную, более измельченную. Возможно, он многого не может, но любить меня и детей его сердце не разучилось. И мы это ощущаем. Правда, ощущаем. Да, медики говорили, что он не будет видеть, слышать и вообще на всю жизнь останется парализованным. Когда я забирала его из реабилитационного центра, врачи и медсестры считали, что я не понимаю ситуации и отказываюсь верить в происходящее. Они говорили, что Магомед просто не выживет дома. И никогда бы не подумали, что мы будем иметь то, что у нас есть сейчас. Мы столько всего прошли и столько всего впереди, но врачи не преклонны в своих прогнозах. Врач объяснил мне, что у моего мужа нет половины мозга. Его удалили после инсульта. Сказал, как ты хочешь, чтобы работала его правая часть тела, если часть мозга, отвечающая за это, отсутствует. Но я все равно упрямо верю. Он пытается говорить, хорошо видит, мне так кажется. Мага у меня очень умный и сильный. Но несмотря на это, в интернете находятся люди, причем не одна тысяча, которые до сих пор говорят, что Баканай живет с магой исключительно из-за миллионов, которые суд ему передал. И вот, что на этот счет говорит Баканай. Неужели люди правда думают, что мне нужны эти деньги? Да я бы отказалась от них и доплатила бы еще столько же, если бы мне могли вернуть моего Магомеда. Так хочется объяснить этим людям, что не в деньгах счастье. Счастье в том, что твои родные здоровые находятся рядом. Лучше жить обычным человеком в Махачкале на съемной квартире и работать таксистом, но быть в окружении своей семьи. Нет цены здоровью близкого и родного человека. Может быть для кого-то муж это просто муж, а жена просто человек, готовящий еду. Но у нас отношения были совсем другие. Я не могу радоваться деньгами, когда у меня муж в таком состоянии. Еще Баканай подписчики в инстаграме упрекают за ее очень даже хороший внешний вид. Дескать, по ней и не скажешь, что она страдает. И вот что отвечает Баканай. Да, по внешности часто проходится. Большинству подписчиков почему-то кажется, что я должна перестать быть женщиной и не имею права выглядеть красиво. Ходят даже слухи, что я сделала не одну пластическую операцию. Но хочу ответить всем и сразу. Это неправда. Когда я пожаловалась мужу, он сказал, Они просто завидуют тебе. Он всегда и всем говорит, что я его спаситель. Он не стесняется целовать мне руки прямо в реабилитационном центре. Даже медсестры возмущаются. А одна вообще, представляете, написала Мне бы такого богатого инвалида. Я очень расстроилась, когда это прочитала. Как можно так сказать? Другие пишут Я ухаживаю за бабушкой. В этом нет ничего сложного. Если бы ты делала это, То ты бы не осуждала чужой труд. Тот, кто хотя бы пару дней ухаживает за больным человеком, Понимает, какое это тяжелое занятие. Знаете, я бы могла сейчас смотреть за несколькими пожилыми людьми, Но никак не за мужем, Который всегда был для меня опорой и надеждой. И который, по сути, должен был сам за мной ухаживать. Представьте, что мы вернемся на 14 лет назад, В день вашей с Магомедом свадьбы. Зная, через какие сложности вам придется пройти. Вышли бы за него замуж. Я всегда считала, что мы созданы друг для друга. Мы с ним и ссорились, и ругались, Но всегда друг друга любили. 9 лет мы жили вместе до этого случая. Прожили хорошо и сейчас живем. Почему нет? Хотя бы ради этих 9 лет жизни и замечательных дочерей Я бы согласилась. Магомед мой человек. Если бы я не хотела и не любила его, То я бы ушла после произошедшего. Я бы могла так же спокойно и обеспеченно жить в Дагестане У родителей и заниматься своими делами. В этом мире никто никому не обязан. И в Дагестане много брошенных детей и родителей. Молчу я уже про жену или мужа. Просто у меня в голове не укладывается, Как можно бросить родного человека. Наверное, я не так воспитана. Я нахожусь рядом со своим магой И не из-за денег или чего-то еще. А из-за того, что это мой муж. Отец моих троих детей, Которого я любила и люблю. А что до детей, вы сами видите. Они по-прежнему любят своего папу. Всегда с ним рядом общаются. Да, живем в Америке, Но я воспитываю их так, Как если бы мы жили в Дагестане. И выйдут они замуж только за дагестанцев. Я надеюсь, что им повезет встретить Такого же прекрасного человека, Каким был и является мой мага. Субтитры сделал DimaTorzok Другое дело, что меня удивило, Насколько человек имеет внутреннюю силу и мужество. Она всегда с улыбкой, Она всегда какая-то такая светлая, Она всегда сильная, что ли. То есть у нее какая-то такая уверенность. И просто удивительно, Как такая хрупкая женщина Все это может на себя тащить. Субтитры сделал DimaTorzok Любовь творит чудеса. Именно это она продемонстрировала. Надеюсь, мага встанет на ноги. И эта история спустя 2-3 года Обретет совершенно иную картину. И мы увидим его стоящим на своих ногах, Разговаривающим с нами. Ну и, конечно же, со своими детьми, Которые так скучают по своему отцу. Выздоравливай, мага! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok